Диалог мусульманина и христианина Во-вторых, моя книга, которая называется «Пути мусульманства и христианской церкви». И эта книга предназначена для того, чтобы помочь христианам свидетельствовать мусульманам, помочь христианам правильно и точно разговаривать с мусульманами. По каждому курсу, по каждой теме нашего курса у нас будут домашние задания. И вот по третьей теме, которая у нас недавно была, это тема «Богословские корни ислама на Аравийском полуострове». Я попрошу вас прочитать две главы этой второй книги, книга, которая называется «Пути ислама и христианской церкви». Итак, вот к этой третьей главе, к третьей теме нашего курса, я попрошу вас прочитать вот какие главы. Первую и вторую главу в книге «Пути ислама и христианской церкви». Эта книга переведена на русский язык. К завтрашнему дню прочитайте, пожалуйста, первую и вторую главы. Там речь идет о том же, о чем мы говорили на лекциях, но несколько подробнее. На лекциях так подробно нам было просто не сказать. А если вы изучаете этот курс в качестве учебной программы, то обратите внимание, что у вас есть домашние задания. После каждой главы в книге «Пути ислама и христианской церкви» есть вопросы. Вам нужно выбрать один из вопросов после каждой главы и написать на него письменный ответ объемом одна страница. Ну, например, после второй главы есть восемь вопросов. Вы выбираете один из этих восьми вопросов и пишете краткую работу на одну страницу. Ответ, письменный ответ на этот вопрос. Вот мы предлагаем вам такой подход. Есть ли вопросы на эту тему? Вопросов нет? Хорошо. Мы переходим к четвертой теме. Мусульманская община. Я думаю, вы уже заметили, что к четвертой теме мы просим вас прочитать из книги «Диалог». Первые и восьмая главы. Это главы о Боге. Первая глава — это «Нет Бога, кроме Аллаха». И восьмая глава — «Ума». И тринадцатая глава — «Бог един», это христианский отход. И двадцать первая глава — «Церковь». Первая и восьмая, тринадцатая и двадцать первая — это параллельные главы. Итак, мы говорим о мусульманской общине «Ума». Мохаммед родился в 570 году н.э., и его семья восходила к Аврааму и Исмаилу. В 610 году, как говорит Мохаммед, он начал получать откровения от Гавриила. Он находился в пещере недалеко от Мекки, и, как он утверждает, ему явился ангел, чему Мохаммед очень удивился. Откровение, полученное Мохаммедом от Гавриила, записано здесь в Коране. Сура 96-я. «Читай, или проглашай, во имя Аллаха, милостивого, милосердного, который сотворил, сотворил человека изгустка. Читай, Господь твой щедрейший, который научил каламам, научил человека тому, чего он не знал». Вот это сура, первая часть 96-й суры, с точки зрения Ислама. Первое откровение, первое слово откровения, которое Гавриил передал Мохаммеду. И первое же слово «Читай, или проглашай», в арабский Куран. Это слово «Куран», первое слово откровения. А дальше «Во имя Господа, во имя Аллаха, милостивого и милосердного, читай, провозглашай». Господь, который научил пользоваться пером, научил каламам. То есть Бог с самого начала научил нас писать и читать. Об этом говорится в самом первом откровении. Вот так считают мусульмане. До этого момента Мохаммед был торговцем, купцом. Он был сиротой. Отец его умер еще до рождения Мохаммеда. А мать, когда Мохаммед был маленьким ребенком, вырастили его дедушка, дядя и так далее. И в молодости он работал у женщины, которую звали Кадиджи, а она тоже занималась торговлей. Потом он, кстати, на ней женился. Она стала его женой. Он, будучи торговцем, неоднократно путешествовал по Сирии с караванами верблюдов. Так что был он далеко не просто местным пареньком. Он выезжал, много путешествовал, видел не только Аравию. Ездил и размышлял. Размышлял, в частности, на горе и в пещере, недалеко от Мекки. И, как он говорит, именно там ему явился Гавриил. Это было первое слово откровения. Потом на протяжении 22 лет слова откровения он получал снова и снова. Жители Мекки отвергли его слово, его проповедь. Его жизнь не угрожала серьезная опасность. В 622 году произошла хиджра, переключение, переезд из Мекки в Медину. Именно в Медине он основал мусульманскую общину. Через 8 лет он возвращается в Мекку. С ним 10 тысяч солдат, он уже генерал. Идет война между жителем Медины и Мекки. Мекка сдается. Мохаммед входит в Мекку как победитель. И ислам приходит таким образом в Мекку. К его смерти, к 632 году, вся Аравия оказалась под властью мусульман. Потом короткий исторический обзор жизни Мохаммеда, к которому мы, конечно, еще обратимся, о котором мы еще поговорим поподробнее. И мы будем говорить о богословии, которое стало результатом этих исторических событий. Это исламская община. Одна из общин верных, которая восходит еще к Авраму. Вы помните, что в Библии, в Торе, Бог взывает к Авраму, 12 глава книги Птины, «И сказал Господь Авраму, «Поди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвелищи имя Твое, и будешь Ты благословенен. Я благословлю благословляющих Тебя и из злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». И отправился Аврам по Слову Божию. Он ушел из мира политеизма, из мира многобожия, потому что родство Аврама были многобожники, и он происходил из Ирака, и самого что ни на есть политеистического региона. И Бог не обращается и говорит, «Оставь все это, иди за мной, иди за мной, Творцом, и я благословлю Тебя, и я сделаю Тебя благословением для всех народов», — так говорит Бог. Вот это миссионерское видение «Вера Аврама», «Стать благословением для всех народов». Что же это за вероучения? Что это за веры, которые восходят к Авраму? Какая первая из них? Вера, восходящая к Авраму. Первая вера, восходящая к Авраму. Иудаизм, конечно. Да, иудаизм. Вера Израилева. Значит, Аврам призван покинуть свое насиженное место и стать благословением для всех народов. И Израиль получает это благословение. Он имеет доступ к этому благословению. Значит, он оставляет мир политеизма. Израиль должен стать подлинным семенем Аврама. «Затем церковь». Церковь рассматривает себя как исполнение миссии Аврама. Корни церкви восходят к Израилю. И мы также продолжатели дела Аврама. Мы также часть семьи Аврама. Мы надеемся, что вера Аврама это и наша вера. Так что мы тоже движение детей Аврама. И третье движение это Ислам. Исламское движение. Оно также восходит своими корнями к Авраму и также воспринимает себя как исполнение и развитие функции Израиля. Иосиф Али, переводчик и комментатор Корана пишет о том, как Ислам исполняет, фактически исполняет миссию Израиля. Ислам развивает миссию Израиля и завершает ее. Вот формируется Исламская община Ума. Ума, собственно говоря, и есть община, сообщество. Исламская община, как мы с вами уже отметили, связана и с Церковью, и с Израилем, и с Авраамом. Ислам воспринимает себя как исполнение функции Церкви, исполнение миссии Церкви. Мохаммед фактически продолжатель духовного дела Авраама. Как в Коране написано, имам над всеми народами, пророк, высший пророк, миссия которого на все народы направлены, миссия которого нести Слово Божие всем и благословить Божией истинной все народы. Вопрос? А что же тогда делает Церковь христианская с точки зрения мусульман? В чем же цель Церкви, если мусульмане уважают Церковь? То как тогда цель Церкви рассматривается в этом богословском мире? Они не политеисты, они не язычники. Кто же тогда такие? Церковь. Мусульмане считают, что высшая миссия Церкви обратится в Ислам, потому что Ислам — это высшее, что есть. Церковь просто пока еще не дошла до этого откровения. Но они не воспринимают Церковь как политеистов. Нет, конечно, не воспринимают. Церковь ближе всего к исламской вере. Но понятно, что наш тринитерианизм, наше тринитерианство порой их смущает. Они говорят, что, ребята, вы слишком близко подошли к политеизму. Так что, да, есть здесь определенная непоследовательность и напряжение. Я постоянно это ощущаю, общаясь с мусульманами. Шабра Али, человек, который вел со мной диалоги в Великобритании, с одной стороны, мне сказал, Дэвид, с одной стороны, ты мой лучший друг, с другой стороны, я должен остерегаться, как бы ты не увел меня в заблуждение. А кто с точки зрения мусульманина ближе к нему? Церковь или иудаизм? Очень хороший вопрос. Хорошо бы мусульманину этот вопрос задать. Я думаю, что все-таки иудаизм ближе, чем церковь. Хотя я говорю об этом с оговоркой, потому что ислам ведь принял Иисуса как мессию, а иудаизм не принимает Иисуса Мессии. Так что здесь большая разница. Хотя, конечно, понимание мессианской сущности служения Иисуса Христа в исламе совершенно не соответствует новозаветному пониманию. И все же, когда мы говорим о том, что Иисус есть Мессия, а мусульмане тем самым открывают дверь для интерпретации, дверь, которая закрыта для иудеев. Но подождите, есть церковь, есть иудеи, иудеи немножко ближе к мусульманам, но все в конце концов должны бы стать мусульманами с точки зрения самих мусульман. Правильно? Кто же все-таки ближе к мусульманам тогда, церковь или... Многое здесь изменилось после того, как образовалось израильское государство. Мусульмане теперь полагают, что израильское государство основано на несправедливости, что у них землю отобрали, что у мусульман землю отобрали. И таким образом понимание иудаизма в мусульманстве изменилось. Ислам теперь по-другому понимает иудаизм. Теперь скорее ислам скажет, что мы ближе к христианам. И кроме того, вот эта мессианская проблема. Ведь мусульмане верят, что Иисус Мессия. Иудеи в это не верят. Поэтому вот у них такое пересечение с нами, которого нет с иудеями, подошли с иудеями. Но на самом деле во многом мыслам настолько похож на иудаизм. И Тора, и место Торы, и место Талмуда, иудаизм и так далее. У нас, у христиан, таких построений, таких реально нет. И с точки зрения практики, иудаизм и мусульманство, иудаизм и ислам очень близки друг к другу. Хорошие вопросы. Спасибо. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте веры миссионерских веры миссионерских верностей. три веры. Это веры миссионерские. Все они веры миссионерские, особенно христианство. Все мы должны свидетельствовать. Я год назад беседовал с Катарегой, и мы заговорили об этой тему, что все должны свидетельствовать. Он говорит, нет, мы, мусульмане, должны не просто свидетельствовать, мы должны настойчиво призывать и неустанно призывать. Как всякий раз, когда мы призываем их молитвы, мы говорим, придите, придите, ощутите благословение. На самом деле, к церкви это тоже относится. Мы все тоже призваны настойчиво, неустанно призывать к покаянию. Очень важно, чтобы мусульмане и христиане научились уважительно принимать друг друга, понимая, что все мы призваны неустанно свидетельствовать. Я был пару лет назад на Филиппинах. Мы пришли в мусульманскую деревню, там есть миссионер нашей церкви, Минонийской церкви, и мы ужинали в доме одного султана. Он объяснял нам, рассказывал нам о том, что его прапрапрапрадедушка был первым султаном, приехавшим на Филиппины. Человек был очень известный, большого полета, высокого полета. И он говорит, мы очень рады, что вы приехали служить среди нас. Мы открываем вам наше объятие. Но у нас есть к вам один вопрос. Вы случайно не надеетесь, что кто-нибудь из нас обратится ко Христу, станет христианином? Если вы на это надеетесь, то отправляйтесь домой. Это религиозный империализм. Уезжайте. Мы не хотим с вами иметь ничего общего. Я говорю, можно мне вам ответить? Он говорит, да. Я говорю, мы здесь, потому что вы нас пригласили к себе в гости. Если бы вы нас не пригласили, мы бы не могли у вас быть здесь, не могли бы вас остаться, но вы нас пригласили. Но мы служим среди вас, как ученики Иисуса Христа. Мы верим в Иисусу Христа. Мы посвящены преданной Иисусу Христу. И Иисус служил. Он умывал многих учеников. И мы хотим точно так же служить, в том же самом духе. И служа в духе Иисуса Христа, мы замечаем, что иногда так и происходит. Иногда люди приходят к нам и говорят, «Я тоже хочу идти за Христом, так как за Христом идете вы». Если бы мы этим людям сказали «нет», это ведь было бы тоже культурным империализмом. Ведь мы же должны дать людям свободу, если они хотят покаяться. Пусть каются. Да, такое со мной в жизни случалось. Были мусульмане, которые приходили ко мне, которые бросались мне в объятия, и которые умоляли меня, со слезами умоляли меня. «Дэвид, стань мусульманином! Ты слишком хороший человек, чтобы тебе оставаться христианином!» Я не воспринимаю это как культурный империализм. Я воспринимаю это как сострадание, проистекающее из их веры. Люди становятся последователями Христа. Какой же тут культурный империализм? Это самая суть нашей веры. Происходит это и самое сердцевидное нашей веры. Вот запретить, закрыть человеку возможность уверовать в Иисуса Христа, если он хочет уверовать в Иисуса Христа на основании свидетельства нашей жизни, на основании нашего свидетельства. Неужели... Вот это ведь будет культурным империализмом, если мы будем открывать... если мы будем закрывать путь? Да, — он говорит, — это будет культурным империализмом, потому что мы свободны. Если хотим каяться, мы можем покаяться. Итак, и мусульмане, и христиане призваны настойчиво и неустанно свидетельствовать. И в смирении нам необходимо уважать друг друга, понимая, что все мы, и мусульмане, и христиане, призваны к одному и тому же нести свидетельство о вере. Вот свидетельство, в частности, предполагает, что мы будем благословлять других, что Бог через нас будет благословлять других, как Бог благословлял через Рама. В Гамбии я недавно был с группой мусульман, и мы приехали в этот город, и там говорили, «Даудшенк, Даудшенк приехал в наш город». И мы приехали в большой город, пришли к большому городу, к большому дереву, и стали разговаривать около дерева. И собрались, появилась большая группа людей, в том числе и имам из мечети, чтобы послушать. Я говорю, спасибо всем за то, что вы пришли. Я предан вере Аврааму, и вы тоже, правильно говорю я? «Да, конечно», говорят они мне. Посвященность вере Аврааму означает, что мы будем благословлять друг друга. Как здесь, в вашем городе, христиане благословляют мусульман, а мусульмане благословляют христиан? Вот об этом мы и говорили, и великолепно побеседовали. И потом имама уже в конце говорит, «Приходите еще, приезжайте еще, побеседуйте с нами еще». По-моему, я даже в гости к этому имаму пришел. Очень важно было начало этого разговора. Мы говорили не о том, как мы противостоим друг другу, а о том, как мы можем благословлять друг друга. Вот это начало мусульманской общины. Мусульмане верят, что Адам – первый пророк мусульманин. Первым мусульманским пророком, первым исламским пророком они считают Адама. При сотворении Адама, при сотворении Адама, Бог сразу же дал ему Ислам. Ислам – то есть указание, во что верить и что делать. Адам – первый пророк, а Ислам – первая религия человечества. Кстати говоря, братья и сестры, это значит, что каждый из нас по рождению мусульманин. Если вы даже родились, допустим, в бактистской семье или еще какой-то семье, на самом деле вас просто обманули. По природе по рождению вы мусульманин. Точно так же, как Адам по рождению был мусульманином. Это естественная религия человечества. Это настоящая религия человечества. Никогда мусульмане не говорят, что Мухаммед принес ислам. Нет, они говорят. Мухаммед только возродил ислам. Первым мусульманином был Адам. Потому что Адам есть исходная по умолчанию религия человечества. А потом они верят, что со временем... Кстати говоря, Адам построил первый дом Божий около черного камня. Потому что камень сошел еще во времена Адама. Он построил первый храм, первую кабу. Построил как раз вокруг этого самого черного камня. проходит много-много лет, и появляется Авраам. Авраам, или Ибрахим, также был мусульманином. Вместе со своим сыном Ишмаилом он пошел в Мекку, туда, где когда-то была каба. Была, но оказалась разрушена. Каба-то была разрушена, а черный камень они нашли. Итак, Абраам и Ишмаил восстановили кабу, которую в свое время построил Адам. Итак, Абраам и Исмаил средние пророки Ислама. Итак, Ислам первая религия человечества, и Исламу это также и средняя религия человечества, и первая, и средняя. Адам первый пророк, а средний пророк кто? Абраам. Абраам. Почему он средний пророк? Потому что он восстанавливает исламскую веру в политоистическом мире. Потому что он ведет к кабе, он восстанавливает кабу, черный камень, восстанавливает веру. Вопросы. Ну вот эта информация, это из Корана или из толкования Корана? Нет, это толкование Корана. Но это полностью соответствует духу Корана. А история про Адама? Да, это в Коране. Он первый мусульман. Это совершенно ясно. И последний пророк — это Мухаммед. Мухаммед. Что же делает Мухаммед? Он делает то же самое, что делали от тела Адам и Абраам. Он приходит к черному камню, он очищает его от всех политоистического наслоения, и он восстанавливает ислам у черного камня. Итак, первая религия человечества — Ислам. Кто первый пророк — Адам? Адам — средняя религия человечества. Ислам. Кто устанавливает ее? Абраам. И последняя религия — последний пророк Мухаммед, последняя религия — также Ислам. Значит, первая, средняя и последняя религия — все это Ислам. И Ислам, который Бог открыл Абрааму и Адаму, тот же самый Ислам, который открыл Мухаммеду. А Мухаммед открывается и проясняет тот Ислам, который был открыт уже раньше Адаму и Абрааму. Ислам не изменится. Что же такое Ислам? Ислам — это наставление. Наставление в том, что делать, в том, во что верить. Вот это и есть Ислам. Это и есть Коран. Это последнее прояснение, разъяснение этой, это указание. И мусульманская Исламская Ума — это община, посвящающая себя этому учению. Но Коран — не нов. Коран — это лишь подтверждение той веры, которую в свое время Бог открыл Адаму, первому из пророков. Так что, если вы следуете за естественными инстинктами, в какую религию вы обратитесь в Ислам? По мусульманам. Перерыв. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»